Михаил Дан Слава, вопрос! Как часто к вам приходит муза? Как долго длится ожидание? Это же поэзия, Михаил. Бывают ли у вас запои? Ну, тоже, в общем, в ритме запои. Бывают, Михаил. Я и не выхожу из них, из этих запоев. Я всё время пьян. Ну, я шучу, пьян от радости, что ли. Я никаких запоев не употребляю, никаких веселительных веществ. Я и так весёлый без них. Так, приходит муза. Одна меня недавно муза посетила. Немножко посидела и ушла, да. Я как-то был на одной выставке. Ну, такая современного искусства, не моё. И увидел там просто совершенно очаровательную девушку. Ну, у неё такой взгляд, такая вообще красота. И вот прям аж стрепенулось всё. И я подошёл и сказал, что я художник и хочу вас написать. И, ну, там у меня был планшет, я показал несколько работ, чтобы не выглядело этого, как идиот такой, клеится. И, к моему удивлению, она через... Не сразу. Мы обменялись телефонами. И через какое-то время она приехала. И я в мастерской моей подруги написал её. И у меня не было никаких идей, как её написать. Вот это рождается прямо в этот момент. В тот момент и был какой-то такой коврик икеевский. И я её положил на этот коврик вот в таком виде. И вот на этом дыхании я её так и оставил. В таком вот, может быть, незавершённом виде. Мне кажется, что вот та сила такая, та красота, жгучесть вот здесь есть. И я с удовольствием бы хотел ещё её написать. Но это к вопросу о музе. Да, вот в тот момент, вот в этом выставочном зале, я просто отдался своим чувствам. Я почувствовал, что здесь... Что если я... Что я могу написать... Вот что-то загорелось внутри. Могу написать что-то удивительное, что-то важное для меня. И, к моему счастью, эта девушка согласилась. Ну вот муза в этот момент, да. Это была муза в тот момент. Это вот два события. Одно событие в этом выставочном зале. И второе, когда она приехала, мы больше не виделись с тех пор. Но в тот момент это было концентрированное чувство, ощущение. И вообще, когда я пишу, ну, модель или натюрморт, или природа, это такая концентрация любви. Это очень сильное чувство. Меня захлёстывает от переживаний. Трудно с ними справиться. Но это всё уходит в холст. Всё идёт в работу. И, наверное, поэтому люди, видимо, чувствуют, резонируют с тем, когда... Вот с этим переживанием. Резонанс с этим происходит. Не просто что-то там, ой, красочки как-то положено. Нет, происходит какая-то магия. То есть зритель чувствует состояние художника, в котором он находился, когда писал. Вот это через мазки. Передаётся именно это. Вот это зажигает. Названия ему нет. Но это вот состояние какого-то вот экстаза. Поэтому мы так вот... Какие-то картины мы любим, там, может быть, ничего особенного нет. А какие-то мимо проходим. Но вот если это считать, что это муза... Вот для меня муза – это вот это состояние художника. Но она может всколыхнуться от всего чего угодно. Просто взгляд куда-то в сторону, вот в этой же комнате, и эта муза тебя посетит. Фактически, если ты это пережил один раз вот хотя бы, да, вот этот вот восторг, предощущение такое, какой-то величественности, перед тем, как ты начинаешь писать, и во время, когда ты пишешь, то неминуемо эта муза, Михаил Дан, она будет стучаться в твои двери. Как есть одна мысль, что я так долго стучался в твою дверь, но не знал, что она открывается изнутри. По-моему, так это звучит. Если не так, поправьте меня. Но смысл такой, что ты стучишься в дверь, а она... Ну, ты уже там. Никуда стучаться не надо. Ну, само ожидание вот этого, прихода этой музы, Михаил Дан, оно и есть чудо. Потому что она же придет, и ты как бы... Вот, например, говорят, что путь к любви является любовью. Так и здесь. Ожидание музы, вполне возможно, что уже это и есть то, что вам надо. и никуда ничего не надо куда-то там стучаться в какие-то двери. Ты уже там. Бывают ли запои? Да я какой-то непьющий человек, Михаил Дан. Поэтому это запои такие. От посещения музы завсегда. Ну, я просто испытываю радость, когда пишу. Поэтому чего уж тут пить-то. И так хорошо. Спасибо, дорогой Михаил Дан. Ну, ставьте лайки, не забывайте подписываться, приглашайте друзей, делитесь с ними этими видео. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон»